Это олимпийская чемпионка Катя Серебрянская. Профессиональный спорт имеет две стороны медали. Есть еще ободочек, да, еще и веревочка, которая тебя зажимает. Нет, женщине нужно быть умной. Четыре революции за 25 лет. Этим не может похвастаться ни одна страна. Похвастаться или печалиться, я уже не знаю. Ты когда приезжаешь в какой-то любой более-менее приличный город, там вообще не знают, что такое революция. Там всех всех устраивает, там все со всеми договорили. В принципе, если вы хотите родственников отселить на дачу, то вам надо просто купить майнера с девятой и поставить его в кладовке. В художественной гимнастике особая атмосфера. У нас это женский вид спорта. Мужчин нет. Вообще. Вообще никаких, которые уравновешивают. Курятник. Змеюшник. Змеюшник, да. Я слышу запах сирени, потому что рядом со мной красивейшая, величайшая девушка, женщина, молодая девушка, молодая женщина. Это олимпийская чемпионка Катя Серебрянская. Мы с Катей знакомы лет 20. Могу сказать, что даже сейчас я ехал с определенным трепетом, потому что, вот я помню, у меня такое было, такая полувлюбленность в Катю. Она красивая, она великая. Каждый раз, когда я Катю встречал, я всегда подходил и преклонял перед ней голову, потому что Катя одна из немногих женщин, которые принесли в Украине олимпийское золото. Мы сейчас на Абалоне в одной из школ Катиных. Катя занимается сегодня таким коучингом, плюс титчингом, плюс образованием. Посвящает себя изменению мира. Я так, по крайней мере, для себя понял. И мы сейчас будем говорить много о художественной гимнастике, о детях, о здоровом образе жизни, обо всем, что ты любишь. У нас сейчас пять школ. Это гармоничное развитие, то есть это не профессиональная художественная гимнастика, но это работают профессиональные педагоги для сохранения и приумножения здоровья ребенка, для раскрытия его способностей. И я кофе мало выпила. И на данный момент… Я могу сделать. Спасибо. На данный момент у нас пять школ. Это Абалонь, Позняки, Печерск, Козин и Дарница. Только какие? Пока только какие. Что такое школа в идеальном состоянии? Сколько детей должно учиться? Это все зависит от района, это все зависит от бюджета. Мы сейчас готовимся на франчайзинг. То есть я уже второй год готовлю компанию, выписываю все стандарты на франчайзинг. Чтобы продавать франчайзинг. Чтобы продавать франчайзинг. Но мы в этом году даже уже были готовы. У нас есть предложение. Причем есть Китай, есть Турция и по Украине. Но мне пока на данный момент абсолютно непонятно, как поддерживать высокий уровень качества преподавания. Это кофе можно сделать ошибку, а в воспитании ребенка эта ошибка слишком дорого обойдется. Я не нашла пока что на данный момент модели, когда мне не придется сто процентов своего времени погружаться в видеокамеры, летать по всему миру, чтобы контролировать качество преподавания. Я этого пока не вижу, поэтому все идет управление только ручное такое, очень жесткое. Это вот группа «Мама и я». Можете заглянуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Это группа «Мама и я», когда до двух лет, до трех точнее, в зависимости от развития ребенка, мамочки занимаются вместе с ребенком, получают физическую нагрузку как дети, так и родители. Сколько это стоит? Ну, слушай, на самом деле это стоит копейки. По сравнению, скажем, с другими клубами, это порядка 30 долларов в месяц. Это не очень дорогое удовольствие. 12 занятий, как правило, это часовые занятия, 12 занятий в месяц. А им дает какой-то комплекс, они что-то делают конкретное? Это авторская программа обучения. Мама создала ее в свое время, когда только начиналось. Я ее после смерти мамы полностью сделала более современной. Мы добавляем какое-то оборудование, какие-то там тренинги проходим постоянно. Первое, что я могу сказать, что для малого бизнеса, для малого бизнеса подчеркиваю, в Украине есть одна сильная сторона, а вторая слабая сторона. Слабая сторона – это то, что украинский рынок очень слабый. Малая платежеспособность, сложно найти клиентов, они сложно расстаются с деньгами. И это все крайне-крайне такая субстанция, которая все время уменьшается. Если говорить о сильной стороне, практически нет налогов. Практически нет налогов. То есть, если говорить о такой, скажем, стандартной модели, когда бизнес существует с нуля, когда он рождается ни на чем, то регистрация СПД с третьей категорией, по сути, закрывает проблему развития бизнеса до достаточно высокого уровня. То есть, 20 миллионов оборота – это и то, это оборота, которые надо показать по счету. То есть, это не значит, что если вам кэш несут, что вы его должны отражать. Это мое глубокое убеждение, что этого делать не надо, потому что я вам порекомендовал бы заботиться о самих себе, а не о каких-то эфемерных штуках, о каких-то эфемерных вещах, придуманных на ровном месте и которые неосязаемы. Формировать государственный бюджет, формировать местный бюджет – это все классно, но это вообще не взлетает, вообще не взлетает. То есть, я бы, лайфхак номер один – минимизировать свои издержки в любом отношении, да, вот в рамках законодательного поля. Лайфхак номер два – я бы не упирался в украинский рынок, а думал о соседних рынках. Конечно, самая интересная страна, о которой можно и нужно думать – это Польша. Почему Польша? Первая Польша показывает последних 5-7 лет рекордно высокие цифры роста ВВП. Еще одна сильная страна – там достаточно много наших соотечественников. То есть, по факту, сегодня в Польше по разным оценкам от 5 до 7 миллионов украинцев, которые так или иначе частично или полностью трудоустроены. Соответственно, это ломает такой барьер с точки зрения нахождения, адаптации, социализации любых контактов. И при этом Польша – это страна, полноправный член Евросоюза, которая может быть нормальным буфером для того, чтобы что-то экспортить в Евросоюз. А Евросоюз – это огромный рынок, 500 тысяч человек, платежеспособного населения. Чехия – слишком маленький рынок, и Словакия – еще более маленький рынок. Ребята, сейчас мы находимся в дата-центре, который занимается в том числе разработкой использования тепла, которая генерится майнером в части нагрева теплоносителя для дальнейшего использования. В данном случае вы видите модель, в которой теплоноситель в виде воды поступает в трубу и потом используется в дальнейшем в каких-то бытовых случаях. Скажи, пожалуйста, а сколько может нагреть воды один майнер за час? И до какой температуры? Смотри, конкретно эта модель, тут 4 платы на 2 кВт. То есть это электрокотел на 2 кВт. Электрокотел на 2 кВт, бойлер на 100 литров, нагревает до 65 градусов за 3 часа. 3 часа, бойлер 100 литров до 65 градусов. 65 градусов – это теплоноситель, который может… температура, которая может отапливать дом, пол, горячую воду, все, что угодно. Универсально. Вот эта модель закрыта, но тут 4 кВт. Там было 2 кВт, тут 8 плат. Может, мы сейчас их даже откроем. Блок питания здесь наружный, но, соответственно, он в 2 раза быстрее нагреет. Ну и в 2 раза больше даст денег. Давай про деньги. Эта штука добывает 0,02 биткоина, 210 долларов. Месяц. Месяц. А эта штука добывает 400 долларов. 420 долларов. Вот первый только этап – это будет шоу-рум именно для котел-майнер шоу-рум. Мы еще подключим счетчик гигакалорий и все это будем считать. Цифрун, у вас лаборатория, вы занимаетесь исследованиями? Да, у нас… Вы хотите поставить это на промышленную основу? Обогрев, обогрев. А что делать с этим теплом летом? Когда, ну, когда температура, ну, вода не нужна, горячая? Смотри, лично я вот сейчас прожил 6 месяцев, да, в квартире, теплый пол. И вот думаю, весной отключу. А ничего подобного. Вот даже весной ты уже привык, чтобы пол был теплый, да. Мы ставим оборудование не с избытком, его достаточно. На самом деле, когда уже тепла очень много, есть и такое понятие – фан-коил. Он висит на улице, мы его покажем, да. Лишнее тепло можно просто вывести опять же на улицу и сдать. Надеюсь, та информация, которую я вам показываю у себя во влоге о технологиях блокчейн интересна. Я считаю, что это очень головастые ребята, они делают классные вещи. Блокчейн проникает все в новые и новые отрасли жизни. Кто бы мне сказал много лет назад о том, что я буду пользоваться мессенджерами, а тем более основанными на технологии блокчейн, я, честно, не поверил бы. Перед тем, как уезжать в Белек, сейчас я в Белеке, ребята из Крипвайзер мне предложили этот мессенджер в тестовом режиме. Мы попробовали. Очень интересно. Основа состоит в том, что они реально заморочились на безопасности. На безопасности практически минимизирующей возможность вскрыть этот мессенджер. Для многих моих учеников безопасность это самый основной вопрос. Мы попробовали, нам понравилось. Сегодня Крипвайзер уже в открытом доступе в AppStore. Если вы захотите воспользоваться и скачать, вы можете это сделать прямо сейчас. Ссылка есть под видео. Мой никнейм в Крипвайзере Anistrat AA 2018. Если вам понравится, вы меня можете там найти. Основа состоит в том, что нужно подтверждение двух людей, и они не используют сервер. Информацию о спорткемпе, о том, что мы делали в Белеке, вы увидите в ближайших выпусках. А пока приятного просмотра. Ставьте лайк, качайте мессенджер и смотрите видео до конца. У нас аренда занимает порядка от 15 до 20%. Когда 15, все движется хорошо. Как только коммунальные платежи с каждым месяцем у нас повышаются, мы вываливаемся за 20. Это, конечно, уже приводит к каким-то… Заработной оплаты сколько? Что такие вопросы? Налоговая, что ли? Данная бизнес-модель – это женский бизнес. Исключительно женский. Если говорить про франшизу или кто-то заинтересовался бы сделать подобное, я бы мальчикам сказала, но точно нет. Нет. Это женский бизнес, коммуникация. Это общение с детками, с маленькими. Это реализация своего потенциала. Здесь в чистом виде, в сухом остатке, в зависимости от управления, от 20 до 40%. Это очень хороший рыбный год. При этом есть инвестиции. Допустим, в данном филиале, почему мы не можем, скажем, тиражироваться, за год 5 открыть, как некоторые сети делают. Нам очень сложно найти подходящее помещение, потому что помещение должно быть в спальном районе. Ты же со своим ребенком не будешь ездить к супертренеру, час тратить на дорогу туда и час обратно. У детей этого времени. Скажу, больше я делаю. Да, но это исключение у детей этого времени. К сожалению, у моего сына вообще его нет. Поэтому важно, чтобы это было рядом, важно, чтобы это было качественно, чтобы это было безопасно. Вот мы делаем, я к чему скажу, данное помещение под нас полностью, то есть мы заехали, грубо говоря, стены были, а все остальное там уже мы доделывали. Но помещение было готово под нас. Нам не пришлось инвестировать в стены, в краску, в кирпичи. Сколько обошелся ремонт? Порядка 100 тысяч. 100 тысяч гривен? Какие гривен? Ну конечно. В моем представлении это будет отбиваться вечно, 100 тысяч долларов? Нет. Ремонт, да. Если по 30 долларов с ребенка в месяц, сколько детей должно быть, чтобы создать добавленную стоимость? Я поэтому говорю, чтобы стены отбились, это будет отбиваться вечно. Но когда ты заходишь в готовое помещение, тебе нужно только оборудование дорулить, система безопасности и все остальное, это там по инвестициям там, нам этот обошелся, 800 это сколько? Ну 50. Интернет-реклама Интернет-реклама очень востребованный навык. Все мастодонты маркетинга, они просто ничего не стоят, если речь идет об интернет-рекламе. Не понимая технологии, здесь уже такая смесь программистов с маркетологами. Потому что если ты айтишник, тебе лучше понимать можно алгоритмы, которыми написаны процессы в фейсбуке, в ютюбе, которые позволяют более эффективно продавать рекламу или размещать рекламу на бесплатных носителях. Считаю, что мир наружной рекламы просто закончился. Я не понимаю смысла наружной рекламы. Остался там Ляшко, наверное. Ляшко еще будет юзать эту рекламу. Но я думаю, что следующая уже президентская каденция исчерпает этот ресурс. Мало того, я думаю, что Украина все-таки дойдет в том же пути, в котором сейчас существуют большие города, чтобы закрыть эту тему и не пихать ее в ненужную вещь в голову. То есть отвезти только отдельные специальные места для этого. Моей точки зрения радикально важным моментом в будущем Украины является инвестиционного климата здесь. Это окончание военных действий на Востоке. Пока есть война, есть депрессивные ожидания. Пока есть война, мы будем проедать то, что мы зарабатываем, и брать еще в долг. То есть депт у нас по месяцу, по году будет отрицательным. Это факт. Соответственно, если говорить о политике, то я буду голосовать не за крикунов, а за тех, кто может закончить проблему на Востоке. Вот как-то закончить, просто остановить ее. Я не знаю, будет ли это какой-то 30-летний мораторий на признание границ или еще что-то, но важно, очень важно закончить эту проблему. Пока она есть, мы можем думать, что у нас самые большие яйца в мире, что мы самые крутые на земле. У нас ничего с вами не будет, потому что инвестиций здесь не будет. Даже если здесь будет 5-процентный налог с оборота и 10-процентный налог на потребление. Сколько майнерам нужно для того, чтобы, например, обслуживать бассейн 25-метровый? Нету опыта у меня практически с бассейном, но смотри, опять же, все считается с помощью электрокотлов. В среднем на метр квадратный, на 15 метров квадратных надо 1 кВт. То есть квартира у тебя на 50 метров, 3 кВт достаточно. Правильно я понял, что концептуально вы хотите привести это в бытовой обогревательный прибор с широким спектром использования? То есть нагрев воды, нагрев теплоносителя, что-либо плюс майнинг? Да, правильно, смотри, просто это для частного дома. Вот эта разработка, она промышленная, мы сейчас ее больше покажем. Она для теплиц, для обогрева 5-этажного дома, ну таких для промышленных объектов. А теперь такой интересный вопрос, он меня мучает, да? Сейчас некоторые немецкие города переходят на то, чтобы устанавливают гелиосистемы и греют сеть горячей воды городские, да? Как подобный опыт можно использовать в масштабах города? Представим себе большой дата-центр с большой емкостью, который греет теплоноситель в городских сетях, например, в Киеводоканале. Смотри. И сбрасывает туда горячую. Вот это уже называется инфраструктурный проект, да? Что такое Киеводоканал? На самом деле это теплоэлектроцентраль. Там уже выстроена вся инфраструктура, да? Действительно можно сделать в Киеве дата-центр, да? Но он должен быть как может ближе к инфраструктуре. Не врезаться в инфраструктуру, она же повсюду. Вот смотри, как вырезаются. Вот это называется теплообменник на 100 кВт. Смотри. В данном случае я бы, наверное, такие теплообменники стоят в каждой бойлерной районах. Есть как там, бойлерные возле дома. Да. И скорее всего, да, что самый первый шаг, вот такие, подобную моду, это штука на 100 кВт, да? Ставить уже в бойлерных, как можно ближе к домам. 9-этажные, 16-этажные. Или как раз, когда строятся сейчас новострои, чтобы они не подключались к водоканалу горячей воде, они у себя просто это ставят в помещение. Еще один вопрос. Сколько майнер может заплатить городу в, скажем, в идеале, да, за то, что город у него забирает горячую воду и дает бесплатную электроэнергию? Нет, нет, наоборот. Город платит за тепло. Город не хочет ни за что платить. И эта ситуация, конверсия, она может работать, если городу предложить бесплатное тепло, да? А он на какой-то льготный тариф даст электроэнергию. Вот если, предположим, математика будет такая, что льготный тариф составит 50% от стоимости электроэнергии, которая сейчас есть в сети, которая составляет чуть меньше 10 центов, 9, да? Вот если город тебе даст за 4 цента, сможешь ли ты его бесплатно греть? Да. То есть тебе это выгодно? Да. А почему ты не идешь в специализированные группы какие-то по художественной гимнастике? Не хочу, у меня тошнит по художественной гимнастике. Почему? Ну, потому что профессиональный спорт имеет, как мы знаем, две стороны медали, а еще есть ободочек, да, еще и веревочка, которая тебя зажимает. Профессиональный спорт, в моем понимании, для девочек, для воспитания счастливой женщины, вы говорите про успех, а моя как бы стратегия там тренинга счастье. И для женщины это гораздо важнее, нежели быть успешным. Для мужчины успех, для женщины счастье. И когда девочку в профессиональном спорте воспитывают по мужскому принципу, вижу цель, не вижу препятствий, ничего не болит, ты идешь, что бы ни было, вставай, двигайся, воля, сила, да, то есть мы воспитываем мужскую модель поведения, то выходя из спорта понадобилось, я закончила, грубо говоря, в 21, сейчас мне там, ну, около 20 лет, да, понадобилось... Ну, ты есть википедию, слушай, ну... Понадобилось 20 лет для того, чтобы научиться быть женщиной. Ну, научиться, мужик, наверное, меня поспорит, что я там научилась, но, во всяком случае, я хотя бы к этому придвинулась. В профессиональном спорте девочки волевые, девочки сильные, и тогда им нужно в мужья кого? Альфа-самцов, жестких. Жестких. И тогда они станутся несчастными, потому что, когда на сильного человека два альфа-самца, да, сталкиваются, получается постановая война. Женщине нужно быть мягкой. Абсолютно должны быть качества и ценности. Здесь мы воспитываем в девочке, она получает все то же самое. Гибкость, растяжка, выворотность, пластика, ритмичность, да, там, дисциплина. Она получает, но все это не в гипертрофированном качестве, когда ты вышел, такой робот-солдат. Ну, фактически, мне кажется, что профессиональный спорт, они очень похожи с армией, да, то есть та же самая дисциплина, построили смирно, спать. Я про боксера посмотрела, про вашего, да, интервью. В шесть проснулся, в семь лег спать. Ну, робот, там, в одиннадцать потренировался, в два лег спать, по два часа. То есть ты просто спишь, ешь, спишь, ешь, тренируешься, спишь, ешь, тренируешься. Ну, для девочки это не нужно. Как вы думаете, чем отличаемся мы от Израиля? Тем, что у них ничего не было, и сейчас все есть, а у нас все было, и сейчас ничего нет. Реверсом мы отличаемся. Отвоевали кусок земли под предлогом исторической справедливости, и остались на ней, закрепились и остались, и им надо было там выживать. А мы закончили нашу в девяносто первом году историю с Советским Союзом десятой экономикой в мире, и все просрали. Причем каждая следующая команда приходила с самыми красивыми лозунгами, и все дальше продолжали пилить, воровать, воровать, пилить, воровать, пилить, и дальше ждать от кого-то чего-то, да. Мы упадем до минуса, до минуса, пока у нас не станет вообще ничего. То есть это должен быть государственный дефолт, наверное, да. Но в государственном дефолте это, знаете, как взрыв. Теоретически ты можешь после взрыва выйти героем, потому что все убили, а ты остался жив. А практически ты можешь погибнуть вместе со всеми. Я считаю, что радикальная вещь – это нужно лишить депутатов неприкосновенности. Отпадет очень многих мотивация идти прятаться под знаменами парламента и под значками депутата. Тем более, что уже по этому поводу был референдум. То есть референдум был, а мы просто его не реализовали. Как бы так провтыкали. Вроде его и не было, да. Если бы это реализовать в виде закона, в виде ре... Опять же, это должен быть социальный запрос. Молодые люди, откуда они там возьмутся? Я читал интересное исследование, которое говорило о том, что сегодняшние десятилетние 50% будут нести идею изменения мира. И вот эта технализация и диджитализация всей жизни, она может привести их при каких-то непонятных условиях к власти. Может быть, не в этот приход, но в следующий точно да. То есть те люди, которые успешны в Фейсбуке, которых знают в Инстаграме, они могут сегодня прийти во власть. Это правда. И это действительно способ с туда захода. Но философия чмырения всего вокруг, я считаю, что она утопична. Смотрите, вот я считаю, что патриотизм – это самое меньшее, что нужно эксплуатировать. Вот это, знаете, за патриотизмом и преданностью часто прячется невежество. Занимайтесь собой, занимайтесь самосовершенствованием, создавайте критическую массу таких людей, создавайте нетворкинги. А когда ты начинаешь рассказывать и прятаться за каким-то патриотизмом, одевать какую-то вышитые трусы, рассказывать о каком-то языке, ты не говори на таком, ты не говори на таком. Начни с себя. Я со своими детьми разговариваю на украинском. Всегда. Хоть я в Москве, хоть я в Таиланде, хоть я в Турции. Всегда. Я прошу, чтобы вы все писали вопросы под видео, ставили комментарии, потому что майнинг и криптовалюта – это не та фигня, которую вы решили, о которой все говорят. Купил биткоин, сижу, перестал спать. Стало 7. Вообще перестал спать. Стало 6. Перестал стоять. После этого стало 10. Почувствовал себя миллионером. Стало 15. Почувствовал себя миллиардером. Полетел на Мальдивы. Опять 8. Это не майнинг. Это дрочь. Вот это майнинг. Ребята занимаются наукой. Они пытаются соптимизировать. В майнинге сегодня есть два процесса. Вычислительный, который выделяет тепло и потребляет электроэнергию. И они пытаются оптимизировать этот процесс, потому что сейчас стоимость хэша уменьшилась до предельных возможностей. Надо думать, как сделать так, чтобы уменьшить стоимость входящую и получить какой-то бенефит на выходе. Они этим занимаются, потому что всем жирно было, когда было 15 и 17 долларов за биток. Сейчас наступает другая эпоха. Рынок уже дернулся один раз, все нажрались, а теперь надо придумать, как вырабатывать биткоин дешевле. И маржиналка будет падать. Я не исключаю еще качели, но базово основной инженерный мозг вот здесь работает над тем, как тепло забрать, использовать и продать. Конечно, в идеале было бы прозрачную иметь схему, и бытовая установка, она должна быть какой-то красивой. 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 Феррари. Феррари – это ты когда посмотришь, как надо строить дома. Феррари. Феррари. Нет, смотри. Все надо маркетолога пригласить, и он должен обработать с этим ящиком. А теперь минуточку внимания, ноу-хау. Тут принципиально новая разработка, что на одной плате 200 процессоров. Мы привыкли, что к плате прикрепляется радиатор. И на радиатор мы дуем вентиляторами и очень шумно. Да. Здесь принципиально платы стоят очень плотно. Тут на одной плате 2 кВт, в этой корзинке 36 плат, 72 кВт. Мы это опускаем в бак. В бак заливаем фреоном. Фреон в трех стадиях. В жидкой он покрывает. Когда процессоры выделяют много тепла, фреон… Вот это все процессоры, кристаллики. Видите, вот это все процессоры. Один – это один майнер. Один процессор – это 200 видеокарт. Один процессор – 200 видеокарт. Да, это современная штука по сравнению с 2013 годом. Итого, опустили фреон. Здесь 80 кг фреона. Фреон кипит при 17 градусах. В зависимости еще от давления. Надели эту бочку сверху. Это становится единое целое. Фреон тогда кипит. Пары поднимаются вверх. Там теплоноситель отбирается. Там внутри еще один теплообменник. Там бегает вода. И, соответственно, потом фреон конденсируется вниз. – Ты бы что-то поменяла в своей жизни? И на каком этапе? Может быть там… Позже ушла из спорта? – Нет. Нет, нет. Все абсолютно органично. Более того, меня очень сильно удивило, когда… это все происходит, вот просто настал момент, я так по жизни иду у меня есть жесткое планирование, я сама веду тренинги по планированию, то есть я люди, особенно мужчины, да, так как бы вам нужно быть в рамках, то есть четко видеть цели, но для женщины когда мы выстроили эту цель, это другое планирование ты все как бы на металл да, вот если кройка и шитья а дальше нужно уметь чувствовать, да, и вот здесь бывает так, что я встречу назначаю а я чувствую перед встречей, что не алло, вообще не нужно туда ехать как только я себя предаю получается, что, ну, пустая трата времени ну, я потом себя плохо чувствую разная причина, или встреча отменяется когда я себя, я честна с собой, у женщины очень сильно развитая интуиция и женщине нужно по-другому вести бизнес женщине по-другому нужно вести планирование так вот, возвращаясь к окончанию спорта, просто настал момент, когда я сидела на трибуне, и я почувствовала, что все, дело не в уходить мне просто это неинтересно а что еще в художественной гимнастике тебя вызвало аллергию, кроме вот этого заряженности на спорт, на... атмосфера в художественной гимнастике особая атмосфера это женский же вид в спорте мужчин нет вообще? вообще никаких, да и как в любом женском коллективе когда нет мужчин никаких который уравновешивает... курятник змеюшник змеюшник, да это постоянное чувство зависти то есть вот это вот не те ощущения, которые мне хотелось по жизни вот... переносить переносить то есть какое-то промежуток время ты здорово с этим справляешься то есть склоки, атмосфера вокруг ну соперничество, да ты от этого рано или поздно устаешь сейчас есть монополия Дерюгиных на всю художественную гимнастику как вам удалось... сейчас была монополия Дерюгиных на всю художественную гимнастику в Украине да, да точнее есть в Украине я говорю об Украине, да как вам удалось, вы никаким боком к Дерюгинам не относились попасть в сборную, выступить и при этом... вообще это уникальная... уникальная... экспириенс уникальная ситуация получилась у меня и у Елены Витриченко время такое было, как раз распад Советского Союза и воспитанница Дерюгина, школы Дерюгиной, она же сборная Украины Александр Тимошенко и Скалдина Оксана, они закончили и получился... образовался вакуум и нас кинули закрывать этот вакуум и я успешно выступала, это был чемпионат мира в Брюсселе, по-моему и в групповых, и в личных то есть вообще, в принципе, девочки, кто индивидуально выступают, они в групповых не выступают но я выступала везде и всюду, это классный опыт был, когда ты командная работа ты уже перестал бояться, потому что ты так устал, что уже нет сил еще и бояться поэтому ты просто выходишь, выступаешь и делаешь то, что ты умеешь а сейчас самое главное, что я хочу вам сказать если вы думаете, что вы повстречали соседа, полного дегенерата, который подкупил 0,3 биткоина а теперь он криптомайнер или криптопредприниматель, то это глубокая ошибка если вы хотите разбираться в этом, надо подписываться на мой канал встречаться благодаря мне с вот такими людьми и быть немножечко умнее задавать вопросы, ставить лайк или дизлайк или что-то еще и тогда, может быть, через какое-то время вы станете действительно криптопредпринимателем а до этого вы такие же примерно, как и ваши соседи вот этот сосуд сделал завод, а они в этот сосуд вставляют на 10 атмосфер... не, мы его сосуд если такие майнеры воздушные, за ними нужно смотреть раз в 3 недели то эта штука принципиально разрабатывается так, чтобы закрыть и забыть на год ну, эта штука для инфраструктурных проектов какое ощущение, как будто бы ты девушке под юбку залез какой обогрев, какой площади может обеспечивать этот котел 700 метров квадратных в принципе, купить даже майнер из 9 он так шумит, что 70 дБ как пол мотоцикла спортивного ну, не знаю, сколько там спортивного 110 ограничений на треке ну, соответственно, давай сейчас это, покажем ну, мы пока разговариваем, если будет полная тишина, то тут будет где-то 55 а что у нас шумело, а сейчас меньше стало? вентилятор управляемый ну, сейчас в помещении не так еще и жарко ну, то есть, в принципе, когда покупаешь майнер домой, хотя бы одну штуку даже ставишь на балкон как хочешь... тараканы уходят, бабушки, дедушки, родители переселяются на дачи это основной принцип работы майнера то есть, в принципе, если вы хотите родственников отселить на дачу то вам надо просто купить майнер из 9 и поставить его в кладовке еще вот, ты сказала немножко о склоках сейчас существует такой незримый конфликт между Ириной и мамой, да? не мешает ли это, с твоей точки зрения? а есть конфликт? ну, они вместе даже в школе не появляются вы знаете, вот чем хороша студия Серебрянских и мой мир, да? я вообще знать не хочу ни про какие соревнования, склоки более того, так получилось, что ты вот когда накушался, да? каких-то печенюшек с орехами, тебе не хочется печенюшек с орехами и долго не будет, ну, как с текилой, да? бывает, когда на Новый год ты перепьешь вот я так в свое время в юности один раз попробовала больше как-то у меня... текилу не пробовала? я текилу больше не пью, да? какой это год был? это было очень давно вот, то же самое здесь, мне даже не интересно смотреть соревнования ну, вот как-то вот оно прекратилось отключило? отключило, да, но мне интересно все, что касается здорового образа жизни какие-то выставки посещать, меня это, ну, зажигает и интересует то, что можно там взять, да, и как бы передать родителям и детям я тебя встретил во время беседы с такой бутылочкой что-то зеленого такого, совершенно не аппетитного смузи был, просто я добавила водоросли внешне это выглядело, знаешь, какой-то сок фреш алоэ вместе еще с чем-то я подумал, интересно, какой оно на вкус? и ты так, знаешь, сидела, попивала очень интересно, вообще ложечка водорослей не портит вкус, только цвет то есть ты сконцентрирована на этом, на питании, на что-то ешь смотри, я не сконцентрирована что ты ешь, что ты пьешь, какой у тебя рацион давай так, чего я не ем, людям проще как бы идти, да, от от вычеркивания да, от проблемы я не ем мясо, животных, причем уже очень давно год я уже не ем птицу никакую, ну, кроликов и все остальное, это понятно это мясо да, я по-прежнему употребляю иногда рыбу, морепродукты и, ну, так случается, что яйца вот буквально недавно, там, раз за три месяца мне захотелось яйцо в смятку точнее, вот, я много ем фруктов, овощей, орехи, зерновые то есть из этого состоит рацион семена, различные семена вот, допустим, смузи, если вот я сегодня ехала под рукой были бананы, там ягоды я кинула кокосовая вода и дальше водоросли спирулина, да, называется по-русски говоря и семена чиа то есть такой суперфуд, ну, потому что ты все время в каком-то движении у меня времени сейчас на себя, лично на себя очень мало раньше как-то это было побольше сейчас и бизнес, сейчас семья плюс еще маленький грудной ребенок и когда ты можешь остаться хоть на 15 минут сам наедине с собой то я стараюсь это, чтобы было очень эффективно, компактненько шумоизоляционная труба там 50, сейчас 80, 90 ну, надо помолчать по нормам, по стандартам, более-менее можно работать 45-50 то есть труба работает покупаем майнеры, покупаем трубу на балкон майним дома дома хорошо майнить в Украине, потому что электроэнергия гривня 68 днем а ночью там 84 копейки средняя по суткам 120 120 это ну, чуть больше, потому что 16 часов гривна 68 и 8 часов смотри, что мы можем сделать мы можем твоим зрителям подарить купон номиналом 200 долларов и они с этим купоном могут у нас на сайте приобрести майнер ну и в том числе на сайте есть эта труба а трубу за сколько вы продаете? сейчас продаем за 220, но будем где-то по 180 продавать ну то есть это были, это только вот этой разработки это ребята разработали, знакомые ну буквально месяц разработки да, ее нужно сейчас окупить и когда будет на объеме, то цифра будет поменьше но тепло все равно никуда не девается оно тепло генерирует да микромайнер хотим мы все-таки популяризировать это все потому что майнер за тысячу долларов не каждый купит а вот тут маленький майнер за 10 долларов? на один процессор надо конечно доработать, сделать красивый корпус грубо говоря, это может быть там USB зарядка да, ну и вставил в розетку, майнит и заряжает телефон но это такой фан-проект, но мы так и не дошли до его серийного производства это может быть стартапом ну кто-то, если кто-то хочет взяться и развивать зарядки майнеры, то работаем ребята могут взять партнеры и да, у нас есть заводы в Корее еще классная штука мы как-то засунули этот процессор в лампочку она майнит то есть его вкрутить, тут Wi-Fi процессор, процессор для майнинга можно с помощью мобильного телефона управлять светом лампочки это реально было это шайтаны вот экскурсия на HotMine всем спасибо сколько стоит организовать твой публичный тренинг предположим, ивент агентство говорит я хочу сделать, у нас есть запрос не, я понимаю, что такое бытовой райдер я не понимаю, что у Коуча тоже есть бытовый райдер? конечно все время пытаешься, ну смотри, я выкручиваюсь под дуру тебя выкидываю ты все равно к деньгам все ведешь это все опять-таки есть ситуация стоимость работы меня много смотрят людей, которые делают ивенты я сам делаю ивенты я вообще считаю, что личная жизнь и деньги они такие достаточно личные ну как бы должны находиться ну как более интимные ну что же ты продаешь расскажи но если ты говоришь я делаю публичное выступление ну надо понимание всем коммунально они свяжутся сейчас же мир очень короткий я в фейсбуке лично отвечаю на сообщения всем кому будет интересно все зависит от страны то есть всем писать в фейсбук да, можно в фейсбуке, можно в инстаграме писать везде можно на сайте пожалуйста выступление вот если мы говорим про тренинг про прописанный тренинг да, где не надо ничего создавать стоит очень дорого это там 500 долларов в час ну при этом только есть ну на один час вряд ли как бы да, там есть смысл приезжать и работать если мы говорим про какую-то индивидуальную программу когда есть компания которая ставит перед собой цель развить тот или иной навык который я действительно прожила уже который есть во мне я могу это им передать да, с помощью техник различных спортивных техник ну которые мы использовали да, в профессиональном спорте это другой вопрос здесь разрабатывается программа нужен там месяц работы и тогда это стоит как бы других денег у тебя какой временной период в голове был вот движение к этой медали вот этому моменту когда когда ты выходишь играет гимн поднимается флаг вот вот у тебя было вот результат сколько времени прошло сколько ты жила этим нет нет слушай когда ты сейчас смотришь со стороны да, это кажется каким-то особым событием на самом деле это мега событие слушай я преклоняюсь перед олимпийскими чемпионами это это модель которая работает в жизни да, это каторжный мужчин у женщин тоже да, только надо знать что когда ты взбираешься на вершину вот здесь начинается самое прикольное что ты когда взобрался на вершину дальше что можно сделать упасть либо спуститься да и выбрать себе новую вершину разобраться чем ты хочешь заниматься дальше начать вскарабкиваться так вот этот путь спуска вот ты видишь ты говоришь упасть а я говорю что можно как бы тихо аккуратненько добровольно добровольно спуститься осознанно добровольно спуститься и разобраться кто ты есть не вот в этом подъеме да и спуске а например ну по отношению к другой вершине какой ты чем ты хочешь заниматься какие ты качества и способности вне профессионального спорта это занимает огромный кусок времени я это прошла и сейчас я помогаю людям те кто ну вот допустим я вчера собеседовала барышню шикарные резюме вот шикарные я сижу у меня большой вопрос и говоря почему вы хотите к нам в компанию ну мы достаточно небольшая компания у нас как бы ну умеренные возможности она говорит вы знаете я столько лет работала в банковском сервисе этом секторе меня тошнит от этого я хочу сменить сферу деятельности и я подумала что я смогу свои навыки качественно применить вот сюда но она разобралась какие навыки качества она имеет и какие желания у нее есть а большинство людей уже сидит ну в своем секторе день сурка да день сурка и очень страшно осознает начать спускаться заново подниматься вот я этим собственно говоря и занимаюсь сколько тогда платили за золото это 50 ну сейчас 125 100 было 50 ну долларов 50 плюс тренеру какую-то сейчас сейчас одинаково и тренеру и плюс еще pension дают ну 10 тысяч гривен учитывая сколько вложено времени жизни здоровья и работы других людей не только же да вот этой пары тренер-спортсмен ну это конечно сумма просто смешная она не покрывает даже годы тренировок видишь ли ты разницу между мужским детским спортом и женским да я вообще вижу разницу между мужским и женским и даже включая тренинг когда в компании вот я допустим недавно делала там презентацию в одной как бы французской скажем компании они единственное меня спросили нужно ли вам разделить группу на мужскую женщину я говорю безусловно безусловно потому что женщина по-другому воспринимает информацию ну мы вообще как бы вы други да мы разные ты быстрее найдешь общий язык с мужчиной да да мы конечно можем я из мужчины найду общий язык но тут надо подключать уже да да нужно подключать уже нюансы да а с женщиной ты как ну мы друг друга понимаем и соответственно передать можно мужской и женский вид спорта и подготовка и методология ну безусловно когда мы с тобой говорили да ты меня спрашиваешь за группы коучинг тренинги я работаю индивидуально потому что я не верю в общую терапию вот в общей рекомендации кушайте вот это будет вам счастье надо видеть ребенка надо видеть тренера надо знать ситуацию поэтому я работаю только индивидуально надо видеть твоего ребенка я в течение там десяти минут четко пойму что нужно конкретно этому ребенку в каком возрасте ты считаешь женщине нужно выходить замуж женщине нужно выходить замуж когда она понимает зачем она выходит замуж этот возраст может быть ну тогда когда она созрела там в районе 30 ну это может быть и 20 вопрос воспитания если есть детство с материнским молоком закладывали понимание как себе вести то есть ведь брак базируется на обязанностях да но не только на кайфе на удовольствие а на обязанностях есть обязанности женские есть обязанности мужские если девочка заканчивая ответ на вопрос впитала она понимает что должна делать она чем она должна научиться как она знает должна себя вести она понимает какого мужчину ей нужно выбрать чтобы он тоже умел это делать ну навыки мужские чтобы он не шли не нюней был да там тогда ну безусловно они там и в 20, и в 21, не знаю. Когда готовы, допустим, и выходят. А некоторым женщинам противопоказано выходить даже в 50. В конце я хочу попросить тебя облиться. Быстрый ответ, быстрый вопрос, быстрый ответ. Художественная гимнастика или акробатика? Художественная гимнастика. Федерация или частный клуб? Студия Серебрянский. Москва или Киев? Киев. Крым или Тоскана? Энергетический Крым. Но не такой, как он сейчас. Спасибо большое. Тебе очень благодарен. Украина показала своей историей, что за 25 лет 4 революции. Здесь сильно не пернешь, здесь сильно не развернешься. Здесь даже тот, кто в принципе рассчитывает на какое-то такое лоховство жесткое, он все равно получает по голове. То есть цинизмом здесь не возьмешь. 4 революции за 25 лет. Этим не может похвастаться ни одна страна. Похвастаться или печалиться, я уже не знаю. То есть с точки зрения самореализации запроса, да, это круто. Но с точки зрения там единения наций, ты когда приезжаешь в какой-то любой более-менее приличный город, там вообще не знают, что такое революция. Там всех всех устраивают, там все со всеми договорились. Может нам нужна новая конституция, я не знаю. Но наша конституция, наша она была прогрессивная на момент развала Советского Союза, но она все равно была порождением конституции Советского Союза. А сейчас она же действует, а прошло уже 25 лет. За 25 лет уже нефть выросла до 140 долларов за баррель и упала до 20. Я за легализацию. Мало того, я скажу, что я за все, что позволит украинскому чернозему зарабатывать больше. Вот все нишевые вещи, которые мы можем у себя эксплуатировать, их надо применять. В Голландии гектар земли стоит 10 тысяч евро, во Франции 3,5. А у нас аренда, право аренды 700-800 долларов. Понимаете? При том, что она сама по себе намного ценна. Я вот, когда бываю где-то, я бегаю по полям, там просто глина. Глина, они в нее льют азот, и у них там урожайность выше. Если в Англии, где нету солнца, собирают 220 центнеров на гектар кукурузы, то у нас лучшее хозяйство 90. И там идешь, и там вот одно к одному. Я не знаю, как это получается. Я не специалист в сельском хозяйстве, я бухгалтер по образованию. Но то, что сюда надо и отдать в лизинг эту землю, и дать возможность ее обрабатывать технологично, и все должно быть построено, и мы должны быть частью общего рынка. Это правда. По алкоголю, вот я даже сейчас ввязался в такой общественный процесс. Хочу показать на канале вот вред от алкоголя, который происходит, да. И хочу поработать с помощью инструмента такого, как YouTube, над оптимизацией законодательства по алкоголю. То есть я против запрета алкоголя, как легального наркотика, как это сделано в Кувейте, в арабских странах. У нас это породит кучу фрода и кучу возможностей продавать. Коноплю как продавали, так и будут продавать. Я за то, чтобы на этом, во-первых, государство зарабатывало, акцизы, пошлины, а второе, чтобы это продавалось во весь мир. Потому что мы все время там всех догоняем. А там разрешили биткоины, вот мы теперь тоже разрешим. Наверное, когда-то биткоины устроим из этого референдум. А там разрешили коноплю. Украина когда-то тоже разрешит коноплю, лет через 15. Только уже весь рынок будет поделен, мы все время будем догонять. Вот в этом вся проблема. Я хочу, чтобы в этой стране не продавали алкоголь детям. Я хочу, чтобы в этой стране не бухали. Я хочу, чтобы не курили. Я хочу, чтобы не было больных людей, ожирением в том числе. Я хочу, чтобы все мыслили позитивно. Вот этим я и занимаюсь. Я этим меняю мир. И встречаю таких десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей я уже сегодня поменял. Девочки, подписываемся на канал Бегущий Банкир. Для вас, для нас тут тоже есть полезная информация. Спасибо. Я что буду делать? Я буду работать на мир. Если бы в этой стране было 20 миллионов таких, как я, с уплатой налогов 5%, 10%, эта страна была бы круче, чем в Швейцарии. Вот как. Отвечаю на ваш вопрос. Спасибо.